от алхимии, астрологии или гомеопатии. Соответственно, мы должны найти что-то общее в методологии всех этих наук. У нас еще есть социальные науки, социология или лингвистика и психология. И здесь появляются дополнительные трудности. То есть нам нужно выйти за пределы самой дисциплины, чтобы помыслить общую для них методологию. Но есть и вторая трудность, связанная с тем, что ученый, если он начинает задаваться подобными вопросами, он перестает быть ученым. Он начинает заниматься философией. Ну да, он в область философии попадает. И, к сожалению, большинство людей, которые в область философии попадают из науки, нихуя в этом не понимают. То есть ученый почему-то дефолтно думает, что вот он занимается своей дисциплиной, а это дисциплина наука, а следовательно, он специалист еще и в науке. Как таковой. В общем. В общем смысле, да? Но это чаще всего не так. Так. Ученый такой же специалист в науке, как и какой-нибудь практик, специалист в обсуждении самой практики по себе, да? Самой по себе, в чистом виде. Основная проблема, она здесь и заключается в том, что, ну, например, какой-нибудь рандомный человек, который на заводе работает, он вряд ли будет хорошим теоретиком в области теории. Теория завода, так скажем, да? Он будет иметь некоторые практические представления, безусловно. Возможно, некоторые представления у философов он сможет отвергнуть на основании своего опыта, тоже возможно, да? Но при этом всем вряд ли он сам будет хорошим теоретиком. Если он будет сам давать какие-то объяснения, эти объяснения могут быть крайне кринжовыми, идиотскими, абсолютно детскими и крайне ограниченными. Что часто и происходит, кстати, с учеными и с сиентистами, которые не занимаются философией науки. Ну, то есть, вот такие люди, которые вот так вот наивно подходят к науке, они чаще всего, ну как они называются, получается, реалистами они называются, ну или я их называю объективистами. То есть, люди, которые верят в то, что наука получает объективное знание, да? Вот, вот это самая примитивная позиция по поводу философии науки. Вот примитивная, и сторонников у нее, ну, наверное, много, но просто проблема заключается в том, что она же является самой слабой, самой уязвимой. Почему она самая слабая, самая уязвимая? Потому что тезис, который внутри содержится, требует наибольшего и самого наистрожайшего доказательства. И ввиду того, что это доказательство требуется, а его предоставить, судя по всему, невозможно, и контраргументы у оппонентов довольно сильные тоже, да, ввиду этого это самая слабая позиция в итоге. Она, во-первых, подвергается большому количеству критики с точки, со стороны и антисиентистов, и сайентистов из других таких вот сект, которые там, не знаю, папирянцы там какие-нибудь, какие-нибудь любители, собственно, инструментализма, или со стороны социологов, например, тоже, да, социологические подходы к философии науки тоже имеются. Ну и, соответственно, вот в этих объективистов все как бы бьют с разных сторон, куча аргументов против них, единственное, что они могут делать, будучи, например, учеными, игнорировать аргументы. И такое часто происходит, да. Да, это самая простая позиция, вот. И да, чем проще тезис, очень часто его сложнее обосновать, но там даже дело не в простоте тезиса, ромул. Здесь основная проблема заключается в том, что это крайне амбициозный и крайне претенциозный тезис. То есть, если, например, тезис Поппера, он не такой претенциозный, да, мол, да, научная теория, это та теория, которая составлена по определенным правилам, и самое главное правило, это возможность ее опровергнуть, то есть фальсифицировать, да. Это не очень большое требование. И Поппер еще догадывается, ну, возможно, если мы будем использовать данный метод, мы рано или поздно будем приближаться к истине, да, может быть, не будем приближаться к истине, а может быть, будем приближаться к истине. То есть, истины мы не достигли еще, да. А тут, блядь, ап, достигли. Мы уже достигли истины, вот. Или, по крайней мере, вот скоро ее достигнем. Наука объективна. Если мы сейчас ошибаемся, через год мы уже ошибаться, возможно, не будем, может, через три не будем, может, через пять не будем ошибаться, да. Вот наука получает тупо объективное знание, бесспорное, классное, несомненное, никаких проблем в нем нет, но тут очень много обоснований требуется для поддержания этого крайне амбициозного тезиса. Тезис крайне амбициозный, крайне догматичный, радикально догматичный. И многие сиентисты и ученые как раз придерживаются такого убеждения. Но это одно из самых уязвимых убеждений, к сожалению. И единственный способ защиты этого убеждения, чаще всего, это просто, ну, риторика. Это просто способ избегать аргументацию оппонента, да. Это просто вот я закрываю глаза, я не вижу контраргументации, ее нет, ее не существует. Просто закрываем глаза оппонентов, оппонентов просто не существует, они шизофреники, идиоты, все эти антисиентисты, мракобесы и так далее, так далее, так далее. Да, то есть делается решительный акт, делается решительный акт в сторону того, что мы просто игнорируем своих оппонентов. Метод, метода я в домике, да. Буквально я в домике, ну, причем эта позиция довольно распространена и более-менее социально одобряема, одобряема, да. И ввиду того, что она социально одобряема и крайне распространена, в принципе, люди могут себе позволить выдавать такие штуки. Вот если бы эта позиция была позицией какой-нибудь мега слабой, мега слабой позицией, если бы эта позиция постоянно как бы проигрывала, да, проигрывала там, допустим, в спорах, то людям пришлось бы качать аргументацию в данном случае. Но они довольно расслаблены, вот эти объективисты. Объективисты себя чувствуют довольно хорошо, объективисты прям вот вообще себя ощущают стронг, и большинство сайентистов это объективисты вот такие вот буквально, ну, или реалисты по вопросам науки. То есть наука объективна, все работает классно. И теории, кстати, тоже во многом объективны. Может быть, некоторые не совпадают с действительностью, но это временно. Вот скоро-скоро точно все будут совпадать. Философы науки, о которых мы будем сейчас говорить, начиная с Конта и заканчивая Поппером, они стремились оградить науку, например, от алхимии Парацельса. Но... Ну и в этом фишка, если мы не оградим науку от Парацельса, если мы не оградим науку от Парацельса, то что тогда вообще такое наука? Это слишком много видов деятельности. Тогда что-то тривиальное слишком получится. У меня в критику феерабанда, да, почему я не могу быть назван феерабанданцем? Приветствую, Егор. Почему я не сторонник феерабанда в целом? Почему мне этот автор, конечно, нравится? Я очень, в принципе, солидарен со многими его критическими позициями. Но почему я не могу с ним окончательно согласиться? Потому что он делает тезис о науке тривиальным. Вот наука – это почти все, что ведет к практике. Любая теория, которая ведет к практике, почти любая теория ведет либо к духовной, либо к медицинской, либо к какой-то другой практике, понимаете, к жизненной практике. Вся философия в итоге тоже ведет к практике очень часто. Античные школы греческие, да, собственно, они тоже почти все вели к практике. Ну, даже не почти, они все вели к практике определенной. К практике жизни, которая улучшала качество вашей жизни. Это тоже практика, понимаете, в чем дело? Ну и в таком смысле наука это просто все, это просто все, это все виды интеллектуальной деятельности. Но у нас уже есть и слово философия, у нас есть словосочетание интеллектуальная деятельность. И по-моему, да, согласно моим, так скажем, стандартам по составлению терминов, это плохо. Когда мы конкретное слово, которое, например, обозначает методологию там с фальсифицируемостью, еще чем-то там, с какими-то качествами, да, мы расширяем термин настолько, что он просто слишком многое обозначает. Мы теряем хороший термин, который что-то обозначал, и мы переносим его в ту сферу, где у него очень много синонимов, то есть конкурентов, да, которые, в принципе, выполняют свою задачу и так позволяют нам общаться друг с другом. То есть фейераббент мне в этом плане не нравится. Его плюрализм, конечно, я оцениваю позитивно, его анархизм, кстати, анархизм его тоже оцениваю довольно сомнительно. Потому что я не уверен, что если мы сейчас возьмем анархичную науку и сделаем, что все будет хорошо, там надо очень тоненько все это отработать, потому что резкий переход здесь, наверное, невозможен, революционный. В журнале Nature, главном, может быть, наверное, главном научном журнале мира, вышла вот такая статья. Ну, естественно, она вышла вот в разделе комментарий. Она написана двумя физиками греческого происхождения, у них там довольно сложные фамилии, я их назвать не буду. Они, в общем-то, в науке особо неизвестны, в философии тем более. Но вот этой публикации они относительно прославились. Эта публикация посвящена философии науки. И в ней два этих физика, они говорят о том, что философы науки, они крадут у нас метод. Они его уничтожают. Не нужно размышлять философам о методе. Ну, это объективисты, скорее всего. Большинство ученых сразу занимает самую простую позицию по вопросам науки, да, и все. То есть мы занимаемся чем-то очень важным, мы открываем какую-то истину, какую-то объективность. Мы молодцы, мы классные, нам не просто так платят деньги. Нас не просто так, у нас социальный статус высокий, нам не просто, короче, нас на ручках вносят и уважают. Не просто так. Мы ученые, мы важное дело выполняем. А даже если нам и не платят деньги, мы просто должны быть уважаемы, почитаемы, потому что наука это круто, это объективно, это сильно, это классно. То есть здесь в их комментарии надо вкладывать не только их содержательные какие-то высказывания, которые они делают, но еще и некоторые эмоциональные высказывания, потому что, ну, за рацио всегда стоит иррациональное. Вот почему? Что человека сподвигло написать статью вот эту вот? Тем более, если он, скорее всего, плохо разбирается в философии науки. Эмоции, эмоции сподвигли, эмоции сподвигли, конечно. Не хочет человек отказываться от своих привилегий. Потому что это приводит к релятивизации науки. И вообще, вывод этой статьи, он такой в стиле не читал, но осуждает, да, там травли... Ну да, ну в этом и фишка многих ученых. Они не читали, но осуждают. Это правда. Ну и, к сожалению, вообще важно еще заметить, что, к сожалению, мы, мы, не мы, ну мы, мы, не мы, но философы науки, да, я тоже могу себя назвать философом науки в данном случае, в том числе. Философы науки, они не очень часто, они очень редко хотят считаться с этими объективистами. Да и уже с папирянцами не хотят считаться особо, да, хотя фальсификационисты это довольно большая сила научная. То есть мы не хотим считаться с мнением ученых. Мы не считаем позицию ученых очень часто мнением внутри философии науки. Мы считаем это мнение каких-то, знаете, таких примитивных обывателей, которые ничего в философии науки не понимают. А это, наоборот, самое распространенное, самое сильное и самое мощное мнение науки. То есть это пока что на данный момент, да, это хоть методология, это хоть набор представлений о науке и не поддержанный большим и сильным количеством серьезных аргументов, да. Но при этом всем это пока что самый распространенный, и поскольку самый распространенный, это значит выигравший концепт о философии науки. На данный момент там объективизм, ну и собственно поппер. Поппер здесь тоже где-то на вторых ролях играет. И когда мы начинаем рассуждать про релятивизм, вот это вот все, ну серьезно, сколько в мире сторонников Фейрабенда? Давайте, давайте, сколько в мире сторонников Фейрабенда? В этой статье, как я помню, Фейрабенд разбирается прежде всего. Ну он вообще много кого интересует. У ученых жопа с Фейрабенда горит и заслуженно горит. Вот кому нравится Фейрабенда? Ну серьезно, вот кто из ученых поддерживает анархизм научный? Никто. Ну может быть киньшидли есть отдельные, но почти никто. Вы не найдете такого ученого, который позитивно, ну вы с очень маленькой вероятностью найдете такого ученого, который позитивно выскажет Софейрабенде. Просто потому что этот анархизм научный это ну типа не о том. Расколдование очень хороший термин, который отчасти метафорически, отчасти прям эмпирически описывает то, что происходило. Но здесь нужно сделать очень важное замечание. Вот если мы отталкиваемся от этой статы Вебер, кажется, что вот наука она сразу появилась как противопоставление религии, причем наука именно экспериментальная. Но судя по всему... Это неправда. Это исторически недостоверно. В эпоху Возрождения изначально эмансипация разума и рациональности происходит через возврат к греческой философии и через ее переосмысление. Мне кажется, вообще никакая эмансипация разума не происходит. В принципе, ну да ладно. Но это так, знаете, это есть стандартные исторические такие шаблоны, которые пропитаны марксизмом, нофталиновым, еще многими другими элементами. Тоже мировоззрением современных ученых, да, ученым тоже как бы... Понимаете, мы все люди современные саентисты, по большей части, за исключением некоторых из нас. И поскольку мы все саентисты, нам выгодно преподносить описание науки и философии, истории науки и философии таким образом, чтобы это выглядело все по-научному, да, чтобы у нас сложился прекрасный миф о том, как вот эта вот прекрасная наука складывалась, как это была плохая религия, там недофилософия античная, была какие-то глупости говорили и древние греки. Там некоторые греки до Сократики несли интересные какие-то идеи более-менее, да, там дельные идеи, которые сейчас в физике продолжаются. Потом всякие платоники, христиане, всякие черти появились, все они там испортили, загнали нас в мракобесие тотальное. И потом начало происходить освобождение, да, в том числе и на греческом фундаменте, ну как на греческом-то Аристотеле, это что, его преодолевали Аристотели, не просто освобождение на базе все греческого фундамента, а освобождение от и религии одновременно, и одновременно от Аристотеля, и от Платона, да, и фонсформируется такое прекрасное научное мировоззрение, героическое, которое создает лучший из лучших методов, которые вообще когда-либо существовали. И этот метод победно следует по нашей планете, создает технологии, доминирует и всех вокруг побеждает. То есть, такая стандартная история науки от многих историков философии, плюс-минус даже, да, это многие историки философии такое могут сказать, многие историки науки могут такое вот что-то вот такое, ну, не теми же самыми словами, но очень похоже воспроизвести. Это создается миф. Это буквально тот самый миф, где у нас есть злодей, где у нас буквально герой, да, герой, один герой, это тысячеликий, тысячеликий герой проделывает определенный путь, и в конце концов побеждает, в общем-то, несет свое знамя, изничтожает зло, и сейчас все эти просвещенцы, это просвещенцы тоже этот миф подхватывают и продолжают, и современные просвещенцы тоже его подхватывают и продолжают. И вот эта мифология, она таким образом красиво и прекрасно работает, складывается в одну единую картину мира, где есть свои, наши, ученые, рациональные, эмпиричные, умные, красивые, классные, замечательные, добрые, а где есть чужие, вот эти вот злые, мракобесы, обскуранты, ничтожества, вот эти вот всякие религиозные дурачки какие-нибудь, да, существуют. Вот. Но по факту, оказывается, если мы в саму историю смотрим, разделение науки и религии происходило очень долго и болезненно, и, наверное, окончательно оно смогло произойти только там, где-то к середине, может, к концу 19 века. И то это, может быть, я сильно перегибаю, да, потому что наука и религия очень долгое время тесно сотрудничали, и религия помогала науке. И вообще университеты, которые, по сути, религии принадлежали изначально, да, на которых одной из главных тем была неожиданно теология, они в том числе поддерживали развитие науки, и неожиданно огромное количество ученых, это, собственно, одни из немногих образованных людей своего времени, которые очень много читали и могли что-то делать и разбираться в книгах, это, собственно, сами всякие аббаты, всякие, в общем-то, священнослужители. Ну, собственно, вот они образованные люди, которым очень нравилось читать и что-то разбирать. Неожиданно. Кто бы мог подумать, да, кто бы мог подумать. Богословы в том числе. Ньютон, например, богослов. Неожиданно тоже Ньютон богослов. А у нас тут какое-то разделение науки и религии произошло, как будто бы, очень легко и быстро. Нет, это было очень длительное и болезненное разделение на самом деле. И наука от религии унаследовала огромное количество разных элементов, включая организационные элементы. Без них, возможно, никакого научного знания в таком масштабе и быть-то, в принципе, и не могло. Тут вот такая вот тема. Да, у нас есть, с одной стороны, научный миф, как это все создавалось, а есть, ну, такая историческая, довольно неоднозначная, категорически сложная реальность, в которой даже вот эти замечательные первые ученые по типу Ньютона, он не просто верующий богослов, он там астролог, шизолог какой-нибудь. Короче, весь набор шизознаний своего времени Ньютон тоже вобрал. То есть, упс, упс, да, как бы, вроде бы наука, вроде бы эмансипация, вроде бы отделение, но на самом-то деле нет. На самом-то деле нет. Кеплер это тоже шизофреник тот еще, там у него такие воззрения на разные вещи были, мистические, что с современным научным мировоззрением это вообще никак не соотносится. Вот вообще никак, да, то есть это, это бы, у него было антинаучное мировоззрение, если мы по современным меркам смотрим. А, да. Назвалось церковью человечества и просто позитивистской церкви. Здесь, там вот мы можем увидеть Декарта, это, по-моему, Мария Тереза, там кто-то такой из католических монашек. В том числе и Конд, естественно, там бюст, собственно, Слава Конд приходит. Так, Конд, ну, должен быть, конечно. Как иначе. Так вот, из важного. Из важного. Так зачем основывать храм, собственно, наук, так скажем, позитивистский храм? Если вот этот храм уже, эти храмы уже есть, это университеты, по сути. Это храмы наук, где люди поклоняются идолам, другим ученым, там, священным ученым, которые так или иначе творят великие какие-то дела. А обычный человек имеет право только открыть рот и слушать, и воспринимать, что ему авторитетно заявляет академический специалист. Поклоняй поклоняться его словам, потому что сам-то он еще не специалист. А специалистом он станет только тогда, когда освоит слова, которые скажет этот профессор великий. Так что храмы наук уже есть, и поклонение там осуществляется. Это самая эффективная форма поклонения, которая когда-либо вообще-то была. За всю историю человечества. Более того, это такая форма поклонения, где вас не столько заставляют поклоняться. Это такая форма поклонения, в которой вас учат думать, что вы поклоняетесь по своей воле. Что вы сами мыслите, что вы мыслите не столько чужими средствами, которые вам в университете дали. А это так и было. А что вы, собственно, мыслите своими собственными средствами? Что это не за вас придумали, это не вам внушили? А вы сами все этого достигли. Да, вам немножко помогли, может быть, но вы сами этого достигли, вас это открыли великие учителя. Вот. То есть вы думаете, что вы сомневаетесь, а на самом деле вы нифига не сомневаетесь, как-то вот так вот это происходит. Вы проводите какие-то операции и думаете, что эти операции необходимы и единственно возможны, но это тоже на самом деле не так. И здесь вот возникает важная проблема, связанная с наукой, которую в течение 19 века пытались решить философы науки, прежде всего позитивисты. Если у нас экспериментирование и наблюдение, оно основано на методе индукции, а индукция всегда вероятностна, это приводит к тому, что мы не можем говорить, что законы, которые открывает наука, они являются вот 100% данными. Да, только проблема еще заключается в том, что наука доподлинно не открывает свои законы индуктивным методом. Вы сейчас охуеете, да? Но основной трюк заключается в том, что наука так не может делать, не умеет. Вообще индуктивный вывод здесь практически невозможен. То есть наука не считает лебедей белыми, потому что они белые. В этом проблема. Если мы ту же книжку, о которой недавно, опять же, говорили на нашем стриме, позавчера вроде бы, да, Феймана возьмем о том, как наука устроена, он там высказывает довольно правильную мысль о том, что многие вещи в науке открываются, вы сейчас охуеете с помощью озарения. То есть буквально люди сидят, их там что-то озарило. Нет, какой-то опыт предварительный у них, конечно, есть, что-то там уже было собрано. Вдруг их озарило непосредственно. О, закон природы! Опа-на! И вроде бы этот закон природы не противоречит имеющимся фактам, и вроде бы открываются какие-то новые факты, которым этот закон природы тоже не противоречит. Это не индуктивное выведение, простите, это буквально интуиция, озарение, что-то вот такое. Это твор, это какая-то фантазия, творчество здесь работает. Фейман, конечно, заявляет авторитетно, что ни одно научное открытие, ни одна научная теория не была составлена по принципу индукции, а именно по принципу озарения. Вот. Типа, ну, да, интуиция, интуиция как бы так приоткрывает. Есть процедура поиска, есть процедура доказательства. Да? Вот только процедура поиска, она как бы не заключается в том, что мы берем и индуктивно выводим из имеющихся фактов какую-то строгую теорию. Вот попытка сделать вот так вот, да, когда мы берем факты, эти факты составляем в протокольные предложения, и потом пытаемся из протокольных предложений вывести новая теория, она была как раз вот в логическом позитивизме. Но поэтому он, видимо, и не прижился, потому что ученые так никогда не делали и никогда не будут, наверное, делать. То есть тут как-то вот такое. Основная программа логического позитивизма оказалась как-то, ну, совсем мимо науки. Вот. Во-первых, потому что она громоздкая, сложная, а во-вторых, потому что, ну, типа, мы можем придумывать кучу разных теорий, смотреть, соответствуют ли они фактам, и потом их фальсифицировать. Это же проще, это просто тупо проще. Это проще, быстрее и легче. Да. Ну, как-то так. Как-то так получается. Индуктивность-то, она даже вообще не особо была научной. Нет, в науке есть элементы индукции, безусловно, есть элементы индукции. Но если мы буквально будем пытаться смотреть на строгость этой индукции, мы обнаружим, что строгих индуктивных выводов в теоретической науке, прям вот строгих индуктивных, чтобы все было индуктивно прописано, все следует из общих посылок, индуктивных, да, соответственно, к большему чему-то исследование является достаточно строгим, такого нет просто, это не нужно. Это даже не нужно, наверное. Абсолютно достоверными, неопровержимыми и так далее. Поэтому появляются различные попытки переинтерпретировать индуктивизм. В частности, в начале 20 века возникает логический позитивизм. Ну да. Ну и, к сожалению, и индуктивизм, и логический позитивизм, они просто не соответствуют тому, что в науке происходит. Если Поппер еще более-менее красиво описал, что... А вы посмотрите, был у нас Галилей. А вы посмотрите, была теория Аристотеля. Вот была теория Аристотеля. Аристотель сказал, что тела падают, которые весят по-разному, с разной скоростью. Аристотель был в этом уверен. Галилей провел некоторые мыслительные опыты, а после Галилея уже провели уже немыслительные опыты. С падением разных предметов. Вы знаете, что оказалось? А вы знаете, что оказалось? Оказалось, что предметы в вакууме падают с одинаковой скоростью. И тем самым теория Аристотеля была провернута, разъебана, разрушена была. Это была фальсификация. Это был пример фальсификации теории. У Поппера, несмотря на то, что тот метод, который он продвигает, является все-таки, ну не описателем явно, не описателем, предписателем. Он предписывает вам, что делать. Это предписание базируется на некоторой истории философии. Истории философии, философии науки и науки научного метода непосредственно. В то время как методология, которую верификационисты, то есть вот эти вот самые логические позитивисты предлагают, она не то чтобы очень сильно соответствовала научным практикам. Как-то вот оно вот так вот получилось. Были какие-то, конечно, представления о том, что наука, объективно, все точно, все классно, все прекрасно. Но они и сейчас есть, они очень давно уже существовали и были, и будут. Но это просто такие, знаете, сказочные представления, которые методологически не имеют большой власти. То есть Поппер провел небольшое такое историко-методологическое исследование, исследовал методологию в историю и сказал, а вот смотрите, а вот оно вот тут так было, и вот тут так было. А смотрите, как Эйнштейн здесь сделал, смотрите, тоже опровержение через фальсификацию, прикиньте. А вы знаете, как теория Эйнштейна пытались опровергнуть? Вы знаете, как теория, что с ними пытались сделать? Их опровергнуть пытались прежде всего. Вот, их не опровергли. Как-то вот так вот. То есть вот фальсификация здесь она была. Прикиньте, фальсифицируемость вот она здесь была обнаружена. В основных этих научных теориях. Вот как он хорошо сделал. Грамотно. Грамотно продвинул, поэтому фальсификационизм до сих пор котируется и в науке в том числе. Естественной, и в теоретической. Да и вообще, как один из основных методов демаркации многими людьми до сих пор называется. Потому что красиво. Красиво, хорошо составил вот это вот свое предположение. Верификационисты не были настолько сильны в этом. В частности, самой важной, самой известной здесь такой теорией является фальсификационизм Карла Поппера. Известный, да. Поппер говорит, что наука, она характеризуется не тем, что она может подтверждать все подряд. Наоборот. Это как раз различные такие, как бы выбрать выражение, полусектантские всякие вещи. Там, марксизм, психоанализ. Они как раз стремятся все постоянно обосновать и подтвердить в опыте. В частности, сам Поппер, он в молодости занимался психоанализом. Так в этом-то фишке и заключается, да, что мы каким-то образом пытаемся отделить одно от другого. Все норм. Как бы, да. Мы хотим отделить науку от всего остального, но чем более строгие критерии мы предъявляем, тем большее количество так называемых наук выпадает. Вот. Это плохо. Это плохо, да, с одной стороны. А с другой стороны, чем более толстые критерии мы делаем, чем более всеобъемлющие критерии мы приемлем, тем больше всяких дисциплин, которые мы бы не хотели видеть научными, туда попадают. Какая-то там астрология внезапно может затесаться внутрь наук. Какая-нибудь медицина народная тоже может стать наукой неожиданно. Философия Аристотеля может тоже стать наукой и ни с чего. И в этом плане нам, конечно, очень трудно. Мне кажется, что вообще, в принципе, подобрать... Подобрать такой термин, который бы нас полностью устроен по вопросам науки, просто невозможно. Ну, во-первых, потому что науки нет, это некая абстракция, да. Ну, короче, несуществующая какая-то штука, это пустое множество, соответственно. Пустое множество, там ничего короче нет на самом деле. Она ничего не... Слово ничего не обозначает буквально. Но нам хотелось бы, чтобы оно обозначало, и в поиске этого нам хотелось бы, чтобы оно что-то обозначало. Мы в это пустое множество набросали кучу всякого говна рандомного, который друг другу противоречит. И все эти наши представления о том, что такое наука, и все эти противоречащие друг другу представления об этом, ну, создают у нас определенную кашу по данному вопросу. Тот антисиентизм уже можно начинать с того, что мы принципиально не можем разобраться с тем, что такое наука. И это печально. И это реально печально. Фейрабен, да? Тезис о несоизмеримости, он пока что, он уже привносит волну релятивизма, но пока что еще не сметает все на своем пути. Мы можем пойти дальше, что и сделал Фейрабен, и сказать, что, хорошо, а может быть мы должны говорить не о научных парадигмах, а о парадигмах знания вообще. И этот принцип несоизмеримости мы должны применить в том числе к другим типам знания, которые являются так называемым ненаучным знанием. Например, есть парадигма знания через магию или алхимия. Эта парадигма, да, она соизмерима с наукой или нет? Фейрабен утверждает, что нет. Что на самом деле контекст открытия, то есть в контекст, в котором работает, не будем говорить ученый, скажем, исследователь или тот просто, кто познает окружающий мир, да, он определяет то, какую оптику он будет использовать. Соответственно, если это контекст, в котором давлеют средневековые политические институты с их религиозностью, приверженностью церкви и так далее, то он будет объяснять все окружающее через религию, через религиозные постулаты, догматы и метафоры. И это не значит, что его объяснение похуже, оно просто соответствует его контекстовым основаниям. Я поэтому, кстати, думаю, что в принципе все научные факты можно описать с религиозной позиции, просто никто этим не занимается. У религии не хватает специалистов, которые могли бы это сделать. И с точки зрения любой философии, большой, целостной, полноценной, да, можно описать все имеющиеся научные факты и даже те, которые будут открыты в будущем. Неожиданно. То есть, да, вообще сам процесс описания через какую-то теорию, приветствую, Андрей, он не является категорически проблемным. Просто он представляет собой именно такой, знаете, характер, который вынуждает нас заводить большое количество разных специалистов. То есть, в какой-нибудь философской школе должно быть не просто там 10 инвалидов, которые сидят и угорают по феноменологии, да, а тысячи, сотни тысяч специалистов, которые так или иначе этот опыт описывают в рамках данной, например, феноменологии и методологии, да. Но такого просто нет. Такого просто нет. Любители там феноменологии в большинстве случаев это просто студенты философских факультетов, которые типа, оу, феномены, уу, я созерцаю феномены, я младец, я созерцаю феномены, это глубоко и круто, кусор, спасибо, я созерцаю феномены, уу, блядь, уу, хорошо. И не созерцают специальные феномены, и не описывают эти специальные научные феномены с точки зрения языка, собственно, самой дисциплины, понимаете, в чем дело. То есть я бы даже так сказал, что студент философского факультета почти никогда не является высококвалифицированным специалистом в рамках того или иного учения. Почти никогда. Дай бог он там кандидатскую закрыл по той или иной теме, по кантианству, например, и всю жизнь посвятил кантианству, и в итоге работает как кантианец, и вот дай бог вот этот вот профессор по кантианству реально специалист. Вот. Тут как-то так это работает. Но таких людей не очень много, понимаете, в чем дело. Их соточка, может быть, в мире, да, соточка больших специалистов по кантианству, которые, ну, ух, прям, и не просто изучают кантианство, а которые готовы за это кантианство прям вот ответить. Ответить серьезно, ответить формально, ответить с методологией. Их мало. Их просто категорически мало. В то время как ученых, которые, например, в рамках теории эволюции работают, их, ну, наверное, ну, миллион, может быть, слушайте, миллионы, миллионы людей. То есть вы сравниваете два сообщества по степени эффективности, допустим, да, но у нас с одной стороны стоточка, большая часть которых про биологию ничего не знает, а с другой стороны биологи, которых миллион, но у которых может быть неправильная методология. А может быть правильно, я здесь не буду судить заранее, но все-таки. Ну, конечно, лучше всего все будет описывать биологию. Ну, в данном случае, потому что в биологии больше людей. Тут, понимаете, наука в данный момент давит нас количественным критериям, нас, философов, в смысле, да. Ученых тупо больше. Очевидно, чем больше людей, тем больше описаний, тем больше аргументов, тем больше всего остального. Ну, вот и все. Да, в Фиральден, по-моему, есть замечательный момент, он говорит, что ученые, они даже в СМИ так, он анализирует некоторые фрагменты, да, как ученых показывают в фильмах, в связи с массовой информацией, как они преподносятся, они все время должны быть сексапильнее, чем какие-нибудь там попы ужасные или какие-нибудь философы, которые просто прокобесы уже все время, да. То есть мы можем выдвинуть аргумент про... Ну, медиа не медиа, медийный облик ученого, это, конечно, тоже круто, красиво и прекрасно, я здесь соглашусь, но откуда этот облик произрастает? Он произрастает из, соответственно, великой научной мифологии. Великая научная мифология, согласно которой у нас есть великие ученые, страдальцы вот эти вот всякие, которых сжигали на кострах, насиловали злые ужасные попы, да, но они вопреки, они вопреки боролись и побеждали. Вопреки всему они свое знание продвигали, и вот они в итоге сейчас такие умные, классные, наука доминирует и практику несет. И ученые, это не просто какой-то обоссанный теоретик, который формулой считает и ничего, по сути, сам сделать не может. Это и теоретик, и практика. Он вам формулу посчитал, механические доспехи железные создал, лазер туда поместил, начал всех вокруг обстреливать, создал там великую машину, которая всех вокруг разъебет, да. Не то, чтобы куча инженеров создают эту машину, и не то, чтобы вы можете, типа, создавать машину, и она может не сработать. Нет, ученые, он все рассчитал математически. Математика работает 100%, и на 100% машина создается. Не то, чтобы большинство вообще так называемых научных практик, в итоге, да, они не работают. То есть, у нас есть предположение о том, что та или иная практика должна работать согласно теории, но очень часто получается, что просто, ну, не работает. Что-то не досчитали, что-то не сделали. Или это то, что мы сделали, требует калибровки. Длительной, сложной, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, такое очень редко бывает, что я просто посчитал, мы сразу это сделали, и все работает, как это в фильмах бывает, да. А в фильмах оно вот так вот буквально. Ученый, все, посчитал, математику сделал, теорию создал, вжух-жух-жух-жух-жух-жух, вот вам какая-то установка, которая все разъебывает. Неофортамас. Даже когда ученых представляют сумасшедшими и ебанатами, это могущественные сумасшедшие ебанаты часто, да. То есть, есть добрый ученый, есть сумасшедший ученый. Два типа ученых. И хороший, добрый, прекрасный, всемогущий. И сумасшедший тоже всемогущий, да. Ученый, он как архетип мага занимает, да. Здесь выполняет архетип мага такого. Это человек, обладающий могуществом. Не только с точки зрения теории, пиздоболинга и всего остального, а с точки зрения непосредственно практики. И поэтому у нас получается, как в аниме «Каменный век» или как оно там называется. Короче, «Доктор Стоун», «Доктор Стоун», «Доктор Стоун», да. Там какой-то пацан вообще все знает, буквально. Там и теории, и практики, и все. Вот вот типичный облик ученого во многих фильмах. То, что крутой. То есть научный журнал, как институт социальный, да, академический, который раньше был образцом для подражания, это журналисты должны были писать свои статьи так, как пишут ученые. Они должны были производить расследование так, как ученый проверяет свою гипотезу. Теперь все наоборот. Теперь журнал Nature пишет политические агитки. Ну, кстати, не дай бог. Вот. Не дай бог ученые, ну, журналисты будут проверять свои предположения так, как это делают ученые. Потому что на самом деле основная проблема науки, особенно когда речь идет о фальсификации, заключается в том, что это полная хуйня. То есть в большинстве случаев, когда речь касается не реального мира, а, например, мира человеческого, у нас есть куда более эффективные способы, отличные от научной методологии, которые позволяют многие вещи прояснить куда точнее и яснее, чем просто проведение фальсифицирующих экспериментов. Вот. Ну, например, история. История не особо нуждается в каких-то обоссанных математических формулах, по большей части. История не особо нуждается в составлении теорий и их фальсификации. Понимаете? Она вообще не особо этим занимается, и это ей не нужно. У нее есть источники. В источниках многое подробно написано. Источники разные. Основная проблема заключается в том, это выбрать ту группу источников, которая наиболее правдоподобна, соответственно. Здесь с наукой, я, Илья, вот и объясняю, здесь с наукой-то ничего особо и не происходит. Здесь ничего научного, по большей части, и нет. Историки могут создавать достаточно интересные и подробные, в кавычках, знания, да, какую-то информацию могут производить, не апеллируя к научному методу вообще. Их знание, оно, ну что ли, более очевидно. Более очевидно, более точно. Так есть работы фортамасы, да, работы по всему, наверное, есть сейчас. Просто основная фишка заключается в том, что это не специфическая тема для историков. Так вот. Здесь основная фишка-то в этом и заключается, что мы... Что да, есть огромное количество дисциплин, которые не пользуются научной методологией, но они пользуются такой методологией, которая в их дисциплине является более эффективной, чем любая, например, научная методология. Что бы в рамках истории было бы научной методологией? Давайте подумаем. Да, это составление теорий. Что такое теория? Это какая-то, в общем-то, позиция, обобщающая огромное количество фактов, таким образом, чтобы из этой теории еще что-то следовало, чтобы она имела предсказательный потенциал, Могла предсказать другие факты Например, в истории это было бы то, что смогло предсказывать последующие исторические события У нас была попытка создать подобную теорию Эта теория называется марксизм Неожиданно К сожалению или к счастью, многие историки, ну вообще большинство историков, профессионально В общем-то, нефортамас, это уже по определению будут не научные методы Так вот Так вот, смотрите Мы берем тут непосредственно вот эту самую историю И что у нас, например, наукоподобие какого? Это марксизм Марксизм дает нам большую теорию Большая теория, которая все вокруг описывает Которая позволяет еще и иметь предсказательный потенциал Ну, является она фальсифицируемой или нет Это, конечно, другой вопрос Но, допустим, является фальсифицируемой Все, вот научная теория внутри истории была бы такой Она повествует о мировых исторических законах Согласно которым мы можем даже прошлое предсказывать Предсказывать, какие открытия мы в прошлом пропустили И могли бы открыть Так и будущее может предсказывать Какое будущее коммунизм Прекрасный, замечательный, мировой должен быть Понятно? Все просто, все изи, отлично Вот Но историки, они в своей профессиональной деятельности Не имеют права заниматься марксизмом как таковым То есть они могут быть марксистами И часто являются марксистами Но если они начнут задвигать про марксизм, например, на каких-нибудь конференциях Скорее всего им скажут Уважаемые, вы не исторический метод проявляете Какая-то философия, короче Что-то не то вы делаете Вы здесь не для этого, в общем-то, присутствуете Уважаемые, зачем? Зачем вы нам повествуете про диалектический материализм? Может быть, отставить его, да? Это не наше историческое дело Это философия Куда вы лезете? И правильно скажут Заслуженно скажут, на самом деле И поэтому история, она как-то не выглядит особо научной Потому что, во-первых, она не особо составляет теории Истории не нужны теории Потому что те предположения общие, которые историки иногда делают Это предположения о каких-то конкретных событиях Вот какое было событие Вот это, другое, третье, четвертое, пятое, шестое, девятое, десятое Вот какое событие тогда происходило Это предположение о тех событиях Об устройстве мира О каких-нибудь конкретных вещах Это не может быть теорией по определению Понимаете, в чем дело? История – это такая дисциплина, которая не просто не может делать научную теорию Она вообще не нуждается в том, чтобы теорию строить Это хорошо Это хорошо Вот у нее, у истории специфический метод Который развивался с самой древности Задолго до возникновения научного метода Это сильная методология Плюс-минус, это интересная методология Историкам почтение И уважение, соответственно Мне кажется, что историки, например, в меньшей степени Должны сражаться за статус быть научными И еще, видите, нужен красивый шрифт И распространяет это через свои социальные сети Потому что Академия не услышит этого Это услышит только социальные сети На этом я, в принципе, закончу Я просто действительно, если так подумать Наука Она была бы плоха, если бы мы применяли ее в гуманитарных областях каких-то Она была бы просто категорически убога И во многом хорошо, что мы не делаем теории Абстрактные, общие В гуманитарных дисциплинах Что мы не вычисляем какие-то законы филологии Законы религиоведения Хотя некоторые философы пытались что-то подобное делать Но хорошо, что не все филологи Вообще далеко не все этим занимаются Это просто отлично Это просто отлично, что они этим не занимаются Была бы шизофрения полная Да и все эти теории Они все равно очень быстро могут разбиваться Об айсберге конкретных фактов Как, например, многие люди пытаются применить эволюционизм К культуре, к обществу и так далее К психологии даже пытаются применить Но, по-моему, любой человек, который обладает Достаточно большим количеством фактов в этих областях Он легко сможет сказать, что Вот та версия эволюционизма, которую вы нам даете Смотрится слишком простой И не объясняет буквально ничего в нашей области, скорее всего Или очень малые вещи объясняет И более того, противоречит куда большему количеству областей То есть вы пытаетесь сказать А вот это от природы А вот это вот от природы появилось И вы забываете небольшой такой моментик-нюансик Что был там какой-нибудь период Когда вот этого явления еще не было А потом оно появилось Одно столетие оно было Другое столетие его не было А потом опять оно было, допустим Как же оно, так это явление могло появляться И исчезать и появляться, если оно от природы Неожиданно И как его там могло не быть до того, как оно появилось Да, был какой-то промежуток, когда этого явления не было Как оно тогда от природы тоже могло возникнуть Тоже непонятно То есть эти биологизаторы, они любят приходить С ноги врываться в какие-то дисциплины гуманитарные И окологуманитарные И говорить Это было вот так вот Это от животных А там древние обезьяны любили красить себе ебальники масками И поэтому женщины любят красить свои ебальники Потому что самки красят себе ебальники Там, например И ты такой сидишь, смотришь Ну вообще-то мужики тоже себе лица красили долгое время Какие-то красили, какие-то не красили Большинство людей так вообще не особо имело доступ К тому, чтобы красить себе лица, например Да, каким-то образом Ну просто Ну просто сидишь ты землю пашешь И женщина ты, и мужчина Не важно У тебя не особо есть время на то, чтобы лицо себе красить А в каких-то микросообществах Наоборот все красились а кто-то, наоборот, мужчины в основном красились где-то. И потом мужчины перестают неожиданно краситься. А вроде бы нам, мужчинам, да, исторически должно быть свойственно краситься, но многие же дворяне красились, наверное, мы, наверное, тоже должны краситься. Нет, что-то мы не красимся сейчас. Как-то так вот. Какая-то вот генетическая вот эта вот привязка к покрашению лица, она как-то что-то не работает неожиданно. Вот просто по фактам. Мы смотрим по культурологическим фактам, и короткие и быстрые объяснения всех этих обосанных биологов, антропологов, эволюционистов и так далее, они просто не работают чаще всего. Не соответствуют банальным фактам, к сожалению. Это печально. Это во многом печально. Ну вот так вот аука работает. Наука прикольно смотрится, когда она пытается разговаривать о тех вещах, о которых никто не знает, с одной стороны, там, о химии, о биологии, физике и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Фотомат смешной, что-то, кстати, забавно. Так вот. Ну потому что вы там не разбираетесь, вы там вообще ничего сказать не можете. И там вообще разбираться очень сложно, следует заметить. Там и факты собирать довольно сложно, интерпретировать их очень сложно, и вообще взаимоотношение с реальностью какое-то идет. С историей попроще одновременно оказывается, и одновременно с этой простотой мы видим, что тот научный метод с тем подходом к абстракции, а очень широкой абстракции, на самом деле, который в науке существует, он просто плохо работает на таких дисциплинах. Да и вообще, наверное, он просто принципиально ошибочен. Возможно, он просто принципиально ошибочен. Но на тех дисциплинах, о которых я уже выше сказал, он просто там не может прижиться. Ему там места, по большей части, нет. Люди пытаются, пытаются, но места там нет. Медиа – это, к сожалению, не счастье. То, что Конт должен был предвидеть. Ну, не предвидеть. Спасибо. Спасибо за лекцию. Очень интересно. Ну, во-первых, да, вы можете любить кого-то. Почему нет? Вы сказали, что у вас эта любовь, она обоснована, как я понял, связана с тем, что для вас критерий фальсификации, он действительно объясняет разницу между научным и ненаучным знанием. Ну, на самом деле, это единственный критерий, который пытается нормально это объяснить из пока что предложенных. То есть, это самый точный, самый красивый, самый прекрасный критерий. Единственный его большой недостаток заключается в том, что 95% того, что мы называем научными дисциплинами, там нет операции фальсифицируемости вообще. Это даже не всякая физика подходит под этот критерий, чтобы вы понимали. Не всякая биология, не всякая физика, не всякая химия туда как-то протаскивается даже. Тут в этом парадокс начинает заключаться. Все технические дисциплины, они не фальсифицируемы. Значит, не науки. Математика не наука автоматически. Медицина не наука. Анатомия не наука. Физиология, там еще надо подумать, насколько физиология состоит из, соответственно, общих теорий. И насколько из конкретных наблюдений. Понимаете, в чем дело? И фактов. Тут тоже вот такая вот тема. С фальсифицируемостью вообще все довольно сложно, потому что это такое бутыльное гордышко, очень узкое. Как критерий, очень хорошо и точно. В том плане, что мы понимаем, по какому критерию отделять. Очень просто с ним работать. Но ввиду того, что мы очень просто с ним отрабатываем, он и отрезает почти всю так называемую науку. Проблема фальсифицируемости, на мой взгляд, заключается в том, что это отличный критерий. Хорошо делить, приятно им делить что-то. Но при этом он отрезает больше, чем мы хотели бы. Прям намного больше, чем мы хотели бы. Мы хотим такое определение подобрать, чтобы и математика, и логика, и технические науки. И чтобы там и социология какая-нибудь там, и еще что-нибудь там. Но не теология, не астрономия. Вот были науками, все понятно. Вот. Не только лишь все подходят под критерии фальсификации. Вернее, мало кто под него подходит. Да, так и есть. То есть, критерий хороший, но люди не хотят его видеть, на самом деле, в итоге. В общем, критерий хороший. Критерий хорошей фальсифицируемости, как критерий чего-то там. Вот. Но, бля, нас он не устраивает. Чисто эмоционально он нам не нравится. И, к сожалению, большинство так называемых фальсификационистов, они этот критерий до конца не продумывают. Ну, там, наверное, какие-то есть предположения, наверное, в этой дисциплине, которые фальсифицируются, наверное, хотя предположение не равно теории, это во-первых, да. А во-вторых, ввиду того, что, ну, там это, все же не фальсифицируются эти предположения чаще всего. И в этом проблема.